Сейчас писатели больше, чем читателей. Я работаю в российской газете, где Павел Басинский работает обозревателем. И он однажды написал потрясающую колонку. Да здравствует читатель. Потому что писателям надо завоевать читателя. На сайте сихиру.прозору там цифра потрясающая. Около 800 тысяч людей, которые пишут, думают. Премия, большая книга вам известна, лицей. Но сейчас появился класс, когда более 100 тысяч школьников России тоже пробуют писать. Я не говорю о литературных блогерах. Поэтому, мне кажется, еще, кроме озарения, которое было, допустим, у Александра Сергеевича Пушкина, который 24 года написал первые строчки в Кишиневе ровно 200 лет назад из Евгения Онегина. Мой дядя самых честных правил. Представляете, 24 года человек написал цитопедию русской жизни. Пришло поколение, которое еще надо больше видеть, больше знать, больше понимать. Это больше слов, переживаний, эмоциональных представлений о жизни. Но я думаю, что люди, которые владеют словом, они пытаются владеть собой, своими эмоциями. Они тренируют думу, разум и сердце. И все получится. Книга года, большая книга, поэт года, писатель года, крупные литературные премии, книжные премии. Насколько они важны для автора, для писателя и для читателя? Очень важны. Мы переживали очень трудное время, когда не было кинопроката, были только кинофестивали. И тогда народ. Это очень хороший маркер литературных премий. Не только Марина Каменева, прочитав, услышав, узнав про книгу «Гно года», она выставит завтра в книжном магазине «Москва», как и в многих других книжных магазинах России, выставит тех людей, которые... Это навигатор, это прекрасно. Во-первых, человеку приятно, ему хочется писать. А читаться перед мамой и папой, вы видите, я умею, я достоин. И премии должно быть много, разных и больших.